Здравствуйте! С новостями на канале ОТС Александр Жорбин. В этом выпуске вы узнаете, какой запрет введен в Новосибирской области, подорожает ли бензин этой весной и где в регионе можно сдать нормы ГТО. Подробности далее. Выезд на лед запрещен. Такое ограничение начало действовать сегодня на водоемах Новосибирской области для всех видов транспорта, но не распространяется на суда на воздушные подушки и аэроботы. Об этом предупредили в МЧС. Спасатели напомнили, в регионе выезжать на лед на автомобилях можно только на ледовых переправах, которые действуют в Ордынском районе. Также специалисты отметили, что с учетом того, что река Обь в черте Новосибирска в ближайшие дни снова вскроется, выходить на ее лед также небезопасно и запрещено. В Новосибирской области изменили маршрутизацию пациентов с множественными травмами. Таким больным нужна помощь многопрофильной бригады врачей, хирургов, травматологов, нейрохирургов, анестезиологов, реаниматологов. Несколько лет в регионе шли к созданию центров сочетанной травмы. Теперь система начала работать в полную силу. Открыто три таких подразделения. Реорганизация стала возможна после того, как в строй ввели реанимационно-операционный корпус 34-й городской клинической больницы. Открытие этого подразделения позволило полностью разделить потоки пациентов и правильно, логистически. Здесь время достаточно важно. Итак, правый берег – это первая городская клиническая больница. И ряд, небольшое количество близлежащих к правому берегу центральных районных больниц. Левый берег – это сегодня открывшийся корпус 34-й больницы. И областная клиническая больница полностью консультация всей территории Новосибирской области и курация всех областных пациентов данного профиля. С сегодняшнего дня Россия прекращает экспорт бензина. Это мера по стабилизации рынка внутри страны. Впереди сезон отпусков и посевная кампания. Спрос на топливо резко вырастет. Поэтому в правительстве и приняли такое решение. Сергей Толмачев разбирался в схемах ценообразования. Искал ответ на главный вопрос – подорожает ли топливо весной. Рынок бензина в нашей стране существенно отличается от рынка других товаров. В первую очередь тем, что одним из основных игроков здесь является государство. Главная задача которого – удержать розничные цены от скачкообразного роста. Красноречивее всего говорят цифры. С начала года биржевые котировки на АИ-92, АИ-95 и летний дизель выросли от 8 до 23%. В это время выросли оптовые цены от 1,5 до 6%. А вот в розницу все осталось почти неизменным. Это благодаря именно механизмам, которые задействуют государство. Но в первую очередь это демпфер. То есть по сути нефтетрейдеры доплачивают за то, чтобы они оставляли продукты на внутреннем рынке, а не возили их на внешний, где цены выше, чем внутри России. Еще один механизм – это увеличение обязательного норматива продаж на бирже. Например, перед пассивной такой норматив на дизель будет равен 16%. О том, что это значит, мы поговорили с экспертами нефтетрейдерами. Какая цена на биржу получилась в этой этапе продажи, такая. И оптовая цена, соответственно, она дальше транслируется в мелкие опыки. Ну и поэтому, если продавать на бирже очень мало продуктов, то может скачать цена очень высоко. Никому это не надо. Ну а с 1 марта экспорт топлива из России будет запрещен вообще, за исключением некоторых стран. Это Абхазия, Южная Осетия, Монголия, Узбекистан и государство Евроазиатского экономического союза. Здесь уже сработают рыночные схемы, то есть бензина в стране останется больше, а значит продолжение равновесит спрос. И рыночные цены не должны резко взлететь вверх. По оценкам эксперта, цена на АИ-95 до конца лета останется в пределах 54-56 рублей за литр. Ну, повторю, это экспертные оценки, а о том, как будет на самом деле, мы узнаем уже в ближайшие месяцы. Сергей Толомачев, Даниил Калпаков, Новости ОТС. Восемь областных фестивалей ГТО пройдут в регионе в этом году. Стартовали отборочные этапы двух из них – для воспитанников учебных заведений и зимний фестиваль среди муниципальных образований. Финалы состоятся уже в марте в Бердске и Куйбышеве. В 2023-м в Новосибирской области зафиксировали рекордные показатели выполнения нормативов комплекса. В тестировании приняли участие более 67 тысяч человек, из них две трети получили знаки отличия. Отмечу, проверить свои способности любой житель региона может совершенно бесплатно в одном из 40 центров тестирования ГТО. В Новосибирске автобус номер 15 заменят троллейбусом номер 5. Пассажирам теперь предлагают добираться по обновленному маршруту. С сегодняшнего дня путь троллейбуса будет продлен с остановки городской аэропорт до микрорайона Стрижи. Даже туда он будет по Первому Мачищенскому шоссе, улицам Кедровой и Кубовой. Старые троллейбусы заменят на 25 новых с увеличенной дальностью автономного хода. Такая функция позволяет двигаться машине на расстояние больше 7 километров без подзарядки. Увеличено и количество мест с 27 до 32. Стоимость проезда останется прежней – 35 рублей. Применят по назначению. Изъятую в аэропорту Толмачева партию тактических ботинок стоимостью 5,5 миллионов рублей отправили в зону проведения специальной военной операции. Как установили транспортные полицейские, 32-летний индивидуальный предприниматель приобрела в одной из республик Средней Азии 1300 пар обувной продукции, не имеющей обязательной специальной маркировки. Ее дальнейшая розничная продажа в Новосибирске позволяла снизить финансовые издержки и повысить прибыль по сравнению с закупкой и продажей обуви, находящейся в легальном торговом обороте. Однако в планы предпринимательницы вмешались новосибирские таможенники. Сотрудники линейного отдела МВД расследовали уголовное дело. По решению суда, изъятую партию товара обратили в доход государства. Сотрудники транспортной полиции и территориального управления Росимущества передали тактические ботинки представителя Минобороны для дальнейшего распределения в зону СВО. Есть где пообщаться, воплотить свои задумки в реальность и просто отдохнуть. В Сдвинске прошла торжественная церемония открытия общественного молодежного пространства, на базе которого будет функционировать ресурсный центр. На месте событий побывала наша съемочная группа. Наконец-то наша мечта сбылась. Мы долго шли. К этой цели. Это помещение, оно будет служить для молодежи, для ресурсного центра. Огромное спасибо организаторам, кто вложил сюда частичку своей души. Долгий путь пришлось пройти команде, чтобы в бывшей торговой точке создать уютное, комфортное помещение. Когда мы сюда зашли в первый раз, ужаснулись, напугались, но руки не опустили. Только благодаря командной работе мы добились всего. Глаза боятся, руки делают. Все ради нашей молодежи. Школьники и взрослые вместе мыли, красили, обустраивали кабинеты, закупали мебель, оборудование. Это стало возможным благодаря выигранным грантам. Местные власти не остались в стороне. Обновили коммуникации, двери, подключили интернет. Та инициатива, которая самими жителями, в нашем случае, детьми не поддерживается, она не жизнеспособна. Ну а здесь я уверен, что ребята вдохнут жизнь. У них есть инициатива, есть запал, поэтому надо пользоваться моментом. Сегодня Апельсин – это современная площадка, где имеется видеопроектор, экран, настольные игры. Это место, куда ребята могут прийти и провести свободное время с пользой. Это пространство довольно значимое для движения первых, потому что здесь мы можем собираться, обсуждать всякие идеи, делать новые проекты и еще что-то. И вообще можно легко отдохнуть и расслабиться. Я просто счастлива, что открылось такое пространство, потому что молодежь-то она у нас единая. Поэтому и те же волонтеры, и те же Витязь, и те же юнармия, ребята одни делают одно общее дело для района. Поэтому это просто красота. Мы будем сюда ходить, мы будем здесь общаться и заниматься волонтерской деятельностью все вместе. В Сдвинском районе работают десятки общественных организаций и некоммерческих объединений. Сегодня двери Апельсина открыты для всех. Не только для отдыха, но и для учебы. Пространство соседствует с ресурсным центром не случайно. Ради того, чтобы создать школу социального проектирования для молодежи, для привлечения молодежи к социальным проблемам нашего района. Для того, чтобы активность молодежи увеличить в жизни района. Сдвинский апельсин открыт, начинается новая история. Общественники уверены, здесь всегда будет многолюдно. Андрей Баев, Галина Раскопина, Сергей Шевченко, Новости ОТС. Полезный бонус. Полисом добровольного медицинского страхования, выданным работодателям, пользуются 55% новосибирцев. Причем женщины чаще мужчин обращаются к врачам за счет компании. Это выяснили в ходе опроса аналитики. Также они отметили, что каждый четвертый новосибирец утверждает, что не нуждается в медицинских услугах по ДМС, так как практически никогда не болеет. 16% не успевают посещать врачей. Остальных не устраивает предоставленный работодателям полис. Чаще всего люди недовольны ограниченным списком клиник, специалистов, услуг и сложностями получения консультации. В новосибирской полиции рассказали, сколько преступлений удалось раскрыть с помощью аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». К системе подключено более тысячи камер наблюдения с объектов массового пребывания людей, парков, скверов, общественных пространств, спортивных и транспортных объектов. А также три сотни устройств, функция видеоанализа и биометрической идентификации. Благодаря комплексу, который называется «Файнфейс», задержано уже 238 человек, 75 из которых находились в федеральном розыске, 14 в местном, а также 114 подозреваемых в совершении преступления. Кроме того, обнаружены 16 без вести пропавших и 19 нарушителей миграционного законодательства. Цена полноценной жизни – 2,5 миллиона рублей. Ребенку из Новосибирска нужна срочная операция, чтобы исправить последствия ДЦП. Врачи говорят, благодаря процедуре он сможет встать на ноги. Екатерина Широких узнала подробности. Реабилитация без боли и слез. День Вани Яшина сегодня начался с занятий по АНАТ-Баниэль-Методике. Это специальная мягкая программа для малышей с детским церебральным параличом. Суть метода исключительно в обучении движению. Мы работаем со скелетом. Ваня, конечно, за эти пять лет уже готов к ходьбе. Он ползает, он встает на колени, он ходит на высоких коленях, он гибкий. Беременность протекала хорошо, вспоминает мама мальчика. Но однажды на плановом осмотре врачи не услышали сердцебиения малыша. Пришлось делать экстренное кесарево сечение. Ваня появился на свет на восьмом месяце весом меньше полутора килограммов. Сразу было понятно, что у него будет ДЦП, потому что нейросонограмма была плохая, сразу были видны кисты в головном мозге. Врачи говорили, ходить мальчик вряд ли когда-нибудь сможет. Но Ольга Яшина с такой судьбой для сына не согласилась. Каждый день реабилитации, массажи, плавание, ЛФК. И чудо случилось. Сейчас Ваня может пройти небольшое расстояние с поддержкой. Но чтобы сделать первый самостоятельный шаг, нужна операция. Он, получается, ходит на полусогнутых ногах. Нога полноценно выпрямиться в этом месте не может. Поскольку нагрузки нет, у него получается по задней стенке укорочение. Российские доктора предлагают подрезать сухожилие. Но это сложная операция, говорит мама. С долгим периодом восстановления и в случае Вани не самая эффективная. Ольга нашла врача в Греции, который проводит детям с ДЦП малоинвазивные вмешательства. Прокалывает фасцию, оболочку мышц. Это помогает выпрямить ноги и убрать спазмы. Мы выставили счет на почти 25 тысяч евро. Это стоимость только операции. Именно медицинских манипуляций. Это операция, это послеоперационный период, это ортезы, это анестезия. Сумма для нас неподъемная. Мы открыли сбор. Контакты Ольги Яшиной указаны на экране. Екатерина Широких, Андрей Дулепов, новости ОТС. Сегодня в Новосибирском государственном университете стартует заключительный этап шестого медицинского турнира школьников. В течение четырех дней 15 команд из разных городов будут бороться за звание лучших в области медицины и смежных ей наук. Соревнования проходят в виде медицинских боев, где будущие врачи показывают свои знания и ораторские навыки, а их уровень подготовки будет оценивать экспертная комиссия. Программа медицинского турнира включает не только испытания на прочность и смекалку, но и развлекательно-образовательные мероприятия. О подробнее о медицинском турнире мои коллеги расскажут уже в вечернем выпуске новостей. И к этой минуте у меня все новости. С ними вас познакомил Александр Жорбин. Всем удачи и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok